Музыка не только задает атмосферу и настроение видео, но также оставляет общее впечатление после его просмотра. Именно поэтому подходить к выбору музыки надо очень серьезно и спешить в этом деле никак нельзя. Как вы уже поняли, сегодня поговорим про музыку, я расскажу вам, где я ее скачиваю, а также покажу, как ее можно наиболее эффектно и эффективно подставить на монтаже. Тема очень важная, так что давайте начинать. Первый сервис это Epidemic Sound. Очень многие знакомые ютуберы его уже давным-давно используют. Я его начал активно юзать где-то пару месяцев назад. Действительно очень хороший сервис. Мне нравится то, что здесь у нас есть такая вкладка Browse. И здесь мы можем уже по жанрам найти именно ту композицию, которая нам надо. Здесь есть разбивка по жанрам, по настроению. То есть вы хотите там счастливую какую-то песню, романтическую, грустную, страшную, сентиментальную, секси даже есть. Также по движению и по местам, то есть по локациям разбивка также присутствует. Как это все работает? Вы регистрируетесь на Epidemic Sound и вы привязываете свои аккаунты социальных сетей, то есть YouTube, Facebook, Instagram и Twitch. Вы подвязываете под страницу в Epidemic Sound и вы можете использовать музыку с этого сайта и ваши видео будут монетизироваться. Как видите, у меня активная подписка, стоит она 12 евро. Epidemic Sound мне не платил за эту рекламу, но в описании есть ссылка. Она реферальная. Если вы по ней перейдете, вы, во-первых, получите 30 дней бесплатного использования этого сервиса, а во-вторых, поддержите немного меня. Что значит 30 дней бесплатно? Вы подвязываете аккаунты своих социальных сетей и в течение 30 дней вся та музыка, которую вы скачали и с которой опубликованы ваши ролики, в течение этих 30 дней вы можете спокойно свои видео монетизировать. Также, если вы хотите отменить подписку, то все те ролики, которые были загружены во время активной подписки, они останутся, все с ними будет окей, а вот следующие уже будут монетизированы Epidemic Sound. Это я почитал на этой странице, потому что тоже задавался этим вопросом, что если перестать платить за Epidemic Sound, все ли видео, которые были до этого, удалятся, демонетизируются и т.д. и т.п. Но с ними написано все будет окей. Еще одна особенность Epidemic Sound, которая мне нравится, мы можем загружать не просто Full Mix, то есть готовую песню, но мы можем download all stamps, что это значит, мы скачиваем архив, в котором наша песня разобрана на дорожке, то есть отдельно идет бас, отдельно вокал, отдельно какие-то инструменты, и это очень удобно, потому что с помощью отдельных треков, отдельных вот аудиодорожек, мы можем собрать какую-то свою новую композицию или в какой-то определенный момент отключить гитару, отключить вокал, а потом обратно его включить. Тоже очень круто. Второй сервис это Audio Library, это канал на YouTube, который имеет уже почти 3 миллиона подписчиков, он официальный, верифицированный, с галочкой, это тоже не реклама, вот я про него уже говорил, наверное, раза два в своих видосах, потому что поначалу он очень сильно меня выручал. Мы переходим на вкладку видео, и здесь огромное количество треков, которые мы можем использовать в своих видосах и также их монетизировать, то есть музыка здесь без авторских прав совершенно. Здесь есть также сортировка по жанрам и по настроению, мы переходим в плейлист, и здесь мы можем наблюдать, что здесь есть сортировка по жанру, dance, electronic, R&B, pop, alternative и так далее, прослушать, выбрать жанр, который вы хотите. Ну, естественно, это будет не так удобно, но, тем не менее, хоть как-то. И здесь я бы хотел обратить на одну проблему, с которой вы можете столкнуться, используя бесплатную музыку, с которой я уже сталкивался раза два или три. Это когда вы используете трек, который бесплатный, который без авторских прав, то есть какой-то правообладатель не заявил на этот трек права, потому что исполнитель маленький и он, по сути, никому не нужен. Но через 6-7 месяцев, если этот исполнитель набрал какую-то определенную популярность, он может попасть под какой-то лейбл, то есть лейбл увидит, что это какой-то хороший музыкант и взять и выкупить у него права на использование его треков. Грубо говоря, музыкант может попасть под лейбл. И что в таком случае происходит? В таком случае ваши видео, которые были загружены еще давным-давно, они могут забрать у вас монетизацию. То есть это такой подводный камень, о котором вы должны помнить, используя бесплатную музыку. На третьем месте это канал Endergani Music. Это чуваки из Турции, которые пишут музыку, которую можно также использовать бесплатно в коммерческих целях. Она такая более эпичная, более такая кинематографичная, спортивная. Поэтому если я хочу какую-то музыку для промо-роликов или если я хочу какую-то эмоциональную или какое-то грустное пианино, тоже советую этот канал. Все ссылочки будут в описании к этому видео. Очень важно, когда вы используете музыку из-за свободных источников на YouTube, Audio Library, Endergani, неважно, No Copyright Sounds, смотрите описание, потому что в описании здесь дается информация, которую вы должны вставить в описание к своему видео. То есть, грубо говоря, ссылка на музыканта. Кем этот трек написан и ссылочка на канал. То есть вам не тяжело, а исполнителю будет приятно. И тоже момент, если исполнитель каким-то образом посмотрит ваш ролик, поймет, что в нем использована ваша музыка, а ссылки нету, то в таком случае он имеет полное право кинуть вам страйк и ваше видео заблокирует. Поэтому лучше перестраховаться. Следующий источник это канал No Copyright Sounds. Здесь больше подписчиков, но и музыка здесь больше такая техно, электро, которую я не очень люблю. Но если я хочу какую-то движуху, если мне надо трек для промо-ролика, для какого-то, может быть, корпорайт, фильм, пати и т.д., то я захожу на этот сайт. Здесь точно так же скачиваете видео, закидываете на монтажную дорожку и убираете видеоряд. Или же просто отдельно скачиваете по ссылкам в описании mp3 или же wav, как вам удобнее. Я скачиваю видео с YouTube, потому что это быстрее, чем идти по всем этим ссылкам, регистрироваться на всех сайтах и ждать, пока оно скачает. Это реально быстрее, поэтому я тоже советую вам пользоваться какой-то программой, которая позволяет скачивать видео с YouTube. К примеру, я пользуюсь Амидаунлоудер. Здесь у нас точно так же, когда мы посмотрим в описании, нас просят, когда мы используем этот трек, оставить вот эти вот ссылочки и вот эти вот слова. Поэтому оставляем, ребят, оставляем. Это серьезно. Следующее место, где я когда-то брал музыку для YouTube, это ВКонтакте. В ВКонтакте есть очень много сообщества. Если вы зайдете в сообщество и введете в поиске музыка для YouTube, то вы сможете найти прям очень много всяких сообществ, которые предлагают музыку для YouTube без авторских прав. К примеру, давайте зайдем на вторую ссылку, потому что в первой группе там очень много рекламы было, мне там не понравилось. Давайте, допустим, зайдем сюда. Здесь очень много прикольной музыки. И что еще хорошо, здесь есть скрин подтверждения. Мы видим, что здесь у нас загружены треки, и что YouTube оно не клеймится. То есть YouTube его не определяет под каким-то авторским правом или под каким-то лейблом. Так что пока что вы эту музыку можете использовать, но снова же, учитывая все риски вот этой вот бесплатной музыки. Не могу вам сказать, что тут вообще по разбивке, по жанрам и по настроению, но, тем не менее, здесь тоже можно найти очень много прикольных треков. Поэтому я вам тоже этот вариант советую. А теперь давайте перейдем к практическим советам. Они будут полезны в основном новичкам, но, думаю, бывалым юзерам тоже будет полезно это повторить. Тем более, что эти советы, они извлечены из-за личного опыта, и, может быть, даже некоторые из вас с этими советами не согласятся. Если так, то пишите, будем обсуждать все в комментариях. Это, наоборот, очень интересно. Кстати, если ты все еще смотришь видео, самое время поставить ему лайк и нажать на колокольчик, если ты этого не сделал. Правильно выделяйте настроение. В каждом видео есть свое настроение и эмоция. Напряжение, погоняй. Отчаяние и одиночество заблудившегося. Радость спасения И так далее. Как я уже сказал, музыка подчеркивает и предопределяет настроение зрителя. Поэтому важно при съемке и монтаже задать себе вопрос, в какое настроение я хочу погрузить своего зрителя. Потому что имеет место быть ошибка, когда музыка не подходит под видеоряд и демонстрирует ложный эмоциональный окрас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Помните о том, что музыка задает ритм монтажа. В одном из прошлых уроков я сделал очень динамичный монтаж, который оказался чересчур динамичным и быстрым. Многим, в том числе и мне, он не пришелся по вкусу. Кстати, полный разбор данной ошибки вы можете посмотреть на моем канале в этом видео. И когда я сел перемонтировать видео, у меня не получалось до тех пор, пока я не заменил трек. Поэтому, если у вас что-то не получается, не привязывайтесь к музыке и попробуйте ее заменить. Если же нет, можно монтировать не под бит, а параллельно ему. К примеру, на каждые два удара менять кадр, а не на каждый удар. Определите стиль музыки и стиль видео. Стилей музыки на сегодняшний день очень много. От рока до хип-хопа. От классики до минималистичного эмбиента. Как ни крути, но стиль музыки должен сочетаться со стилем видео. К примеру, на всякие спорт-эвенты ставим электро и драйв. Странно смотрелось бы, если бы мы сейчас поставили кантри. Точно так же и здесь. У нас кадры природы, гор и хочется чего-то этнического. Какую-то трубку, какие-то духовые инструменты. Если поставим техно-дэнс, он разрушит всю атмосферу места и видео. Естественно, когда вы по знанию смешали стили музыки и видео, это может быть зачетно. К примеру, давайте возьмем тех же баскетболистов и поставим классику. Смотрится тоже неплохо. Может, даже интереснее и необычнее. Расставляйте психологические акценты. С помощью музыки можно выделять определенное психоэмоциональное состояние главного героя и передавать его зрителю. Для примера возьмем интерактивную рекламу, над которой мы сейчас работаем. Когда главному герою предстоит сделать серьезный выбор, от которого зависит многое, кажется естественным с помощью музыки сгустить краски. Точно так же мы можем развеять напряжение. И снова же с помощью саундтрека. Слушайте не только музыку, но и слова. Очень часто мы слышим только музыку, а слова из-за незнания языка или просто банальной невнимательности мы не принимаем в счет вообще. Очень часто я наблюдал картину, когда под песню, в которой поется про измену из жестко разбитое сердце, прекрасно танцуют молодожены. Я бы сейчас показал пример, но я очень давно не монтирую свадьбы, уже года 4, а чужие видосы брать не хочу. Но хочу вам сказать, что надо следить за тем, что поется в песне. Напоминаю, что все ссылки находятся в описании. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. Не болейте, не тупейте. И до скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!